Девушки отдыхают То и зубров повстречаем Ведь именно в Беловежской пуще Обитают последние представители Диких быков в Европе Но сначала в этот Загадочный волшебный лес Нужно добраться Мы стартуем из Бреста Ежедневно в Беловежскую пущу Отправляется несколько маршруток И автобусов Это самый бюджетный способ попасть туда Стоит около 130 рублей Если перевести на российские Без билета никак Вот пес попробовал проехать зайцем Но бдительные пассажиры Его раскусили Пес остался в Бресте В городе он точно не пропадет А мы отправляемся в Беловежскую пущу Автобус, к сожалению, не самый комфортный попался Что-то все время дребезжало Нас периодически подбрасывало на сидениях Хотя жаловаться на дороги В Белоруссии не приходится Асфальт неплохой Полтора часа пути В старенькой маршрутке И вот дорога теряется Среди деревьев Мы подъезжаем к Беловежской пуще Беловежскую пущу мы будем исследовать на велосипедах Потому что пройти пешком невозможно Но и на велосипедах тоже, конечно, все не проедем Но мы выбрали большой маршрут 27 километров Мы посмотрим дуб Патриарх Которому 600 лет Посмотрим некоторые озера Заедем в поместье Деда Мороза В общем, вот такой вот огромный-огромный круг На 27 километров Надеюсь, что проедем Нам сказали, что если мы не вернемся После 6 часов нас уже ждать никто не будет здесь Велосипеды берем в аренду И оплачиваем 4 часа прогулки Вход на территорию Беловежской пуще бесплатный Но все самое интересное далеко друг от друга Так что без колес никак Последний раз я каталась на велосипеде Ровно год назад Надеюсь, что мои ноги меня не подведут Вроде бы правильно едем Но устала никого Одна из достопримечательностей До которых мы добрались Вот береза, которая вот там Береза с головой зубра Да, без воображения Здесь делать нечего Ведь как понять метафоричные образы И метафоричные названия достопримечательностей Кто-то увидит только деревья А другой рассмотрит целый мир В котором отражены столетия И в разные века Здесь все было совсем не одинаково Если присмотреться То старинные сосны и дубы С удовольствием расскажут эту летопись Дуб-отшельник не характерное дерево для этого леса Потому что роз он здесь начал расти Когда еще в этих местах были болота И поэтому он такой широкий Потому что на открытых пространствах В солнечных местах дубы растут больше вширь И не очень высокий Вот не было бы этого указателя Лес и лес, но вода немножко А так нет Это достопримечательность Татарское багно Что означает болото В 13 веке сюда дошли татаро-монгольские племена И остановились здесь А болотистая местность Защищала их стан от нападения Мне кажется, я увидела зубра Кажется Беловежская пуща – главный лес Европы До наших дней он сохранился практически в ненарушенном состоянии Именно так формулируют специалисты Удивительно, правда? Ведь сколько раз территория этой части континента Перекраивалась, отвоевывалась И осваивалась новыми правителями И вдруг в 21 веке Мы можем наблюдать природу такой Какой она была столетия назад Как жителю большого города Сначала мне было даже как-то не по себе Здесь так тихо и безлюдно Если остановиться, можно услышать собственное дыхание Порой казалось, будто из леса на тебя кто-то смотрит Какой-нибудь дикий зверь Но мы тоже, скажу вам, всматривались внимательно Никого там не было В общем-то нас сразу предупредили Что шанс увидеть лесных обитателей невелик Всего процентов 5 Хоть бы белочку увидеть В том и прелесть настоящего леса Тут живут дикие звери И человека они, естественно, боятся А увидеть кого-то в настоящей природе Удача Правда, на нас она не свалилась Даже птицы, казалось, прятались Хотя их щебет сопровождал всю дорогу Наверное, такое у них радио Предупреждали остальных, что приближаются к двуногим Да еще на велосипедах Однако Беловежская пуща не такая уж и необитаемая Как может показаться в начале Вот целая деревенька посреди заповедного леса Но сейчас здесь живут в основном сотрудники Беловежской пущи Но все равно очень здорово Такие заборчики, такие дворики, зелень кругом Класс! Это деревня Лядские Одна из старинных лесных деревень Словом Ляда раньше называли территорией, где вырубили лес Вероятно, на таком месте когда-то появилось поселение Сейчас это центр одного из 17 лесничеств национального парка В основном здесь живут его сотрудники Здесь есть животные Это, конечно, не зубры, но уже что-то И не белочка В деревне есть хоздвор, контора и дома Самые настоящие, жилые Здесь есть даже магазин Сейчас пойдем знакомиться с ассортиментом Не получится познакомиться Перерыв с 13 до 15 часов Деревня живет в своем ритме И днем, вероятно, все на работе Магазин не нужен Основная и самая главная достопримечательность Здесь, конечно, лес Но гулять и кататься по этому лесу нужно осторожно Потому что совсем рядом польская граница И вот так ненароком, если свернуть с маршрута Можно оказаться не там, где можно Но если есть Шунген То посмотреть польскую сторону Беловежской пущи Вполне реально И закон нарушать не надо Беловежская пуща разделена на две части Одна из которых принадлежит Беларуси И та, по которой мы путешествуем А вторая часть, видимо, за вот этими колючими проволоками Она принадлежит Польше И вот здесь, в Беловежской пущи, есть несколько пограничных пунктов Один из которых мы сейчас проезжаем Но не будем тратить время А нам еще велосипеды возвращать Помните, женщина в прокате сказала, что ждать не намерена До съемки, съемки Сейчас вплетел в какое-нибудь дерево Осторожно, поворот! Шутки шутками А кататься в Беловежской пущи очень комфортно Почти все 27 километров пути дорога отличная Велосипеды самые обыкновенные, не скоростные Но маршрут построен так, будто все время едешь прямо Или чуть-чуть с горки В Беловежской пущи хорошо Там очень спокойно Заповедник популярен На его территории в том числе гостиницы есть Но все равно, даже в рамках велосипедного маршрута Нам удалось побыть наедине с природой Для меня это было какое-то совершенно новое чувство Я еще никогда не была в таком лесу В настоящем, не городском или пригородном Ну и конечно осознание того, сколько лет некоторым деревьям Не могло не восхищать Под этими кронами менялись правители и страны Но вековые сосны и дубы до сих пор стоят и продолжают как будто бы наблюдать Кажется, они знают больше, чем мы в своем 21 веке даже все вместе взятые Этому дубу более 600 лет Его высота сейчас 31 метр В диаметре обхват достигает 2 метров 600 лет, возможно, когда-то на этом месте останавливались литовские или польские князья Или русские, которые в разное время, в разные исторические периоды владели этими землями Дуб-патриарх Чтобы отхватить его, нужно не меньше 5 человек И желательно с длинными руками Один из старейшин Беловежской пущи Просто великан Вверху, на стволе патриарха, шрам от удара молнии Оказывается, дубы чаще других деревьев принимают на себя атмосферный электрический разряд А в древности из-за этого могучие великаны считались священными деревьями бога грома и молнии Перуна Кора такая у него, такие борозды огромные И это не самый старый дуб Беловежской пущи Говорят, что здесь есть и другие такие великаны Но растут они в более труднодоступных местах И поэтому путешественники, как правило, могут любоваться только вот этим дубом За что его и назвали патриархом Беловежская пуща обладает какой-то магией Уверена, каждому лес открывает разные тайны Но в одном месте сказка точно оживает для всех Это поместье белорусского Деда Мороза Что-то гномов никаких нет Правда, чтобы попасть к бородатому волшебнику нужно купить билеты Они недорогие, только вот продаются там, где мы брали велосипеды На входе А это 12 километров от поместья Так что максимум, что нам светит Обед в ресторане Деда Мороза Хата так называемая Как здесь атмосферно Сегодня у нас, наверное, самый необычный обед вообще в жизни Потому что мы обедаем в поместье Деда Мороза Белорусского Деда Мороза Он живет здесь, в Беловежской пущи Кушать мы будем шурпу Хочется согреться У меня еще колбаска из дичи Говорят, из оленины и свинины Их делают именно здесь, эти колбаски Ну и блины с кровяным чаем Интереснее всего попробовать колбаску Она из кабана и оленины Готовит эту колбаску здесь Вообще, я, конечно, не могу назвать себя ценителем дичи Потому что я ее, в общем-то, никогда и не пробовала Но надо сказать, что колбаска вполне себе ничего Нежирная И не сказать, что очень даже жесткая Конечно, жестче, чем обычная свинина Но, тем не менее, вполне себе так Пока мы трапезничали, сюда же пришли двое рабочих Просто пообедать Цены более чем позволяют Цены в ресторане у Деда Мороза вполне себе божеские Наш обед вдвоем с мужем обошелся нам где-то в 400 российских рублей Ну а территорию Деда Мороза мы не посмотрим Потому что не купили билеты заранее И все, только поедем и поедем дальше В Беловежской пуще очень живописно Видео не передает, к сожалению Эти маленькие болотца, свежая апрельская трава, зеленеющие листья Почему-то фотоаппарат не смог уловить всех цветовых оттенков Лес не парк Там и густые заросли, и валежник, и бурелом Нельзя сказать, что он заброшен С белорусским отношением к порядку Будьте уверены, все там как надо Просто этот лес настоящий И ему дают возможность в том числе жить своей жизнью Такая редкость сейчас Понятно, что вмешиваться в жизнь Беловежской пуще нельзя и посетителям Я молчу про костры или сбор березового сока Запрещено собирать грибы, ягоды Любой природный материал Даже сгребать лесную подстилку тоже нельзя В 2002 году на схемах туристических маршрутов Появилась новая остановка Вот такая Проехать мимо, согласитесь, невозможно Такие огромные вековые деревья были повалены, наверное, когда-то был ураган Страшный ураган обрушился на Беловежскую пущу в феврале 2002 Буря повалила лес на площадь более 180 гектаров В этом месте деревья вырывалась корнями Я подошла поближе, чтобы оценить размер поверженных обитателей И вот эти гиганты не смогли устоять перед натиском стихии Это поразительно Где было необходимо, завалы расчистили Молодые насаждения теперь продолжают историю Беловежской пуще А на карте появилась новая достопримечательность Необычная и одна из самых впечатляющих, пожалуй, следы урагана Все-таки нам удалось увидеть беловежских зубров Пусть и не в дикой природе, а вот в этом вольере Но, тем не менее, эти вольеры вполне просто част леса Милые, дружелюбные, мохнатые коровки Очаровательные малыши рядом Наблюдать за ними одно удовольствие Щиплют себе мир на травку И к людям, судя по всему, уже привыкли Я тут с одним из них подружилась Мы гуляем вместе Эти величественные животные Современники мамонтов и шерстистых носорогов Они едва не исчезли В 20-х годах прошлого века В дикой природе застрелили последних представителей Это же просто ископаемые животные Последнего зубра в дикой природе Убили еще в начале 20-го века И если бы их не стали выводить Вот в таких заповедниках и зоопарках То сейчас их не существовало бы в природе вообще Мы бы смотрели о них только в каких-то телепередачах Или в книгах читали Все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей Которые в начале 20-го века остались в зоопарках и заповедниках Это экскурсионные вольеры Небольшой лесной зоопарк По сути просто поставили заборчики Среди деревьев И поселили там зубров, оленей Даже страус здесь обосновался Ну а у кабанов настоящий свинарник Какая-то вода здесь по всему загону Что-то там песок Наш маршрут с названием «Большое путешествие» позволил многое увидеть И это при том, что мы объехали лишь скромный пятачок Беловежской пущи Вся территория национального парка по белорусскую сторону границы Это аж 150 тысяч 83 гектара леса Ну что, мы справились с нашим маршрутом 27 километров преодолели И на этой карте можно посмотреть, какой участок Беловежской пущи мы объехали Немного Этому дугу более 600 лет Осторожно, поворот! Это, конечно, не зубры, но уже что-то Поедем и поедем дальше Поедем и поедем дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...